Комплексное развитие экономики и социальной сферы, рост предпринимательства и объём инвестиций. В администрации Одинцовского городского округа прошли публичные слушания по бюджету муниципалитета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Бюджет Одинцовского городского округа занимает первое место среди муниципальных образований Московской области как по объёму доходов с учётом межбюджетных трансфертов, так и по объёму собственных доходов. Обсудили структуру программных расходов бюджета округа на 2023 год. Больше всего средств будет выделено на такие сферы, как образование, возведение социальных объектов и комфортную городскую среду. Кроме того, в округе уделяется большое внимание объектам капитального строительства, в том числе в сфере ЖКХ. В трёхлетнем периоде предусмотрено проектирование, реконструкция и строительство 16 объектов коммунальных инфраструктуры. Это очистные сооружения в городе Звенигард, Верхний Посад. Несмотря на пандемию и санкции, в этом году округу удалось сохранить положительную динамику по основным показателям социально-экономического развития округа. Один из важных – прирост населения. По итогам всероссийской переписи, которая называлась «2020», но проводилась в 2021 году, количество населения в Одинцовском городском округе с сентября текущего года официально 471 529 человек, что почти на 40% больше относительно переписи, которая была ранее, так сказать, на последний 2020 год. На территории округа закреплено более 28 тысяч хозяйствующих субъектов и реализуется 19 муниципальных программ в сферах социального развития, экономики и местного самоуправления. В этом году создано 3400 рабочих мест и реализовано 17 инвестиционных проектов. Кроме того, на 2023 год в числе запланированного финансирования, безопасность образовательных учреждений и подвоз школьников к месту обучения. «298 миллионов рублей предусмотрено в проекте бюджета на подвоз обучающих с места обучения и обратно. В Одинцовском округе подвоз осуществляется не только в сельской местности, но и в городах. В Звенигороде более 1300 учеников пользуются подвозом, и в Одинцово 1165 учеников». На 2023-2025 годы уже находятся в стадии реализации 22 инвестпроекта на сумму 35 миллиардов рублей. Плановое создание рабочих мест должно составить более 12 тысяч. Екатерина Крамор, Артём Ломоносов, Михаил Лакеев, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.